Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Больше 20 лет вместе. Самые крепкие и постоянные актерские браки. Как известно, что в актерской среде крепкие и постоянные браки – это огромная редкость, потому что очень часто меняют актеры своих партнеров, как говорится, как перчатки. Немногим звездным семьям удается сохранить мир, любовь и гармонию на протяжении нескольких десятков лет. В этом ролике поговорим о тех, кто наслаждается вниманием своей половинки уже больше 20 лет. Дмитрий Харатян и Марина Майко. Для российского актера это не первый брак. Первая жена – артистка Марина Буримова, подарила Дмитрию дочь Александру, но вскоре семья распалась на почве бытовых конфликтов. Сейчас супруги хорошо общаются и поддерживают дружеские отношения ради воспитания общего ребенка. С новой возлюбленной Дмитрий познакомился в 1989 году в Одессе. Молодые люди сразу почувствовали сильную симпатию и привязанность, и с 90-го года они стали жить вместе. Творческие личности несколько лет не узаканивали свои отношения. Свадьбу они сыграли только после рождения сына Ивана. Сейчас, по прошествии 30 лет, Дмитрий Харатян признается, если отмотать время назад, я бы выбрал ее снова и снова, не раздумывая. Кстати, сегодня 21 января – день рождения у Дмитрия Харатяна и у его дочери Александры. Так вот получилось, что папа и дочь родились в один день. Хочется ему пожелать всего самого наилучшего. Данил Страхов и Мария Леонова. Эти знаменитости учились в училище имени Щукина. Но в молодости Данил предпочитал оставаться холостяком. Он часто заводил мимолетные романы и развлекался с друзьями. А вот встречаться молодые люди начали в 97 году, когда их судьбы пересеклись на сцене одного театра. К тому времени Данил остепенился и через пару лет он сделал Марии предложение. У супругов, к сожалению, нет детей и они предпочитают отдыхать за городом. И эту тему они всячески избегают, так как она очень для них болезненная и неприятная. Хочется им пожелать, чтобы у них все задуманное сбылось и чтобы все получилось. Алексей Зубков и Татьяна Шляховая. Эти знаменитости начали встречаться также в студенческие годы. Тогда оба заканчивали курс актерского мастерства в Киевском институте. Уже через год они оформили свой брак. В 2002 году в этой замечательной семье родилась дочь. Вместе с супруги не только дома, но и на работе. Актеры служат в театре имени Франко. Однажды Алексей признался, что иногда спорят с женой, но только по творческим вопросам. О других конфликтах их семья не переживает. И слава Богу, также хочется им пожелать всего самого наилучшего. Замечательная, красивая пара. Антон Макарский и Виктория Морозова. Эти молодые люди встретились случайно в 1999 году во время работы над мюзиклом «Метро». Тогда певица уже испытала на себе, что такое успех. А Антон Макарский только начинал строить свою карьеру. Но даже это не помешало влюбленным быть вместе. Антон завоевал Викторию вниманием и заботой и пообещал никогда не меняться. Оказалось, что он умеет держать слово. Пара поженилась в 2000 году, но они до сих пор счастливы. Долго у них не было детей. И только в 2012 году в их семье появилась дочь Мария. А спустя 3 года родился сын Иван. Очень рада за эту замечательную пару, что у них все-таки все хорошо и замечательно. Максим Логашкин и Екатерина Стулова. Последняя пара решила не дожидаться получения дипломов. Будучи на первом курсе, будучи совсем юными, они расписались и сыграли свадьбы. После учебы влюбленные отправились работать в один театр и часто снимались вместе в фильмах. У этой пары растут два сына – Лука и Сава. Также хочется им пожелать всего самого наилучшего. Пишите свое мнение в комментариях, какая пара вам всего больше нравится. Лично мне нравятся все эти пары. И я всем желаю всего доброго, всего самого замечательного. Побольше новых интересных ролей, проектов и работ в театре. Хочется пожелать этим парам. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи, любви и всего самого наилучшего. До новых встреч и всем пока-пока.